Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Мы с вами продолжаем рассматривать партии 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова. И сегодня перенесемся в далекий 1975 год, в котором юный Гарик Каспаров противостоял выдающемуся гроссмейстеру Виктору Львовичу Корчному. Эта встреча состоялась в рамках выдающегося соревнования тех лет под названием Турнир Дворца Пионеров. Было такое состязание, когда сильные гроссмейстеры давали сеансы одновременной игры с сильным шахматистом, которые учились шахматом в Дворцах Пионеров. На своем канале я уже рассматривал одну такую партию, в которой Каспаров противостоял 12-му чемпиону мира Анатолию Карпову. Ссылка на данное видео будет в описании под этим. Ну а сегодня как раз посмотрим партию из того же турнира, но против Виктора Корчного. Итак, в этой партии Корчной, как и подобает Сенсер, играл белыми и пошел Д4. Далее было КНФ6, С4, Ж6, КНЦ3, ну и конечно же у нас страндийская защита. А что же еще? На ход Д4 Каспаров уже тогда играл свой любимый боевой дебют. Ну и здесь Корчной избрал Ф3. Это очень серьезное оружие против страндийки. Это система Земиша. КНЦ6 играет черная, очень тоже принципиальный ответ. Белый играет слон Е3, А6, КНЖЕ2 и ЛБ8. Очевидно, что если белые будут применять здесь план с длинной рокировкой, то есть пойдут ФД2 и 3-0, то здесь им готовится очень теплый прием в виде подрыва Б5. Ну и здесь ЛБ8 будет возглавлять атаку на белого короля. Поэтому осторожный Корчной пока играет КНЦ1. Тоже теоретический ход на Е5, Д5. И вот в этой позиции юный Каспаров сыграл КНД4. По словам Гарри Кимовича, в тот момент Виктор Львович посмотрел на него как-то недоуменно, пожал плечами и забрал этого коня. Сыграл слон Д4. Понятно, что уже тогда Каспаров понимал, что жертва пешки на поле Д4 весьма корректна, потому что оживляется чернопольный слон черных, который не будет в дальнейшем иметь оппонента. В то же время Каспаров рассматривает как лучший КНД3, ну и дальше после размены ФБ3, но здесь слон на Ж7 остается закрытым. Но в партии Корчной смело побил на Д4. Известно было, что Виктор Львович вот такие пешки брал, если он не видел немедленной опасности для себя. Ну а дальше очень цепко защищался, контратаковал и побеждал. Уйму партии так он выиграл, но вот здесь нашла Касана камень. Посмотрите, ЕД, ФД4 и рокировка. Конечно, в этой ситуации уже угрожает тематическая КНЕ4. Посмотрите, если здесь сделать какой-то инертный ход по типу КНБ3, то в этой ситуации как раз КНЕ4 очень сильно, потому что это вскрытое нападение на ферзя, и в случае ФЕ4 работает ход Ладья Е8, связка по линии Е. Поэтому белым нужно торопиться, ФД2 отходит Ферзь, дальше Ц5. И вот в этой ситуации белые играют А4. Конечно, ход Ц5, он где-то уже намечает такое продвижение как Б5 со стороны черных. Возможно, в дальнейшем КНЕ5 и Ф5. Вот такие очень хорошие планы. Поэтому здесь Каспаров, конечно, был полон радужных перспектив относительно своей позиции. Б5 провести не дают, поэтому КНЕ5. И Ж4. Тоже типичный Корчновский ход. Таким образом, он показывает, что шах на Х4 его совершенно не заботит. И против юного пионера играет именно таким образом. Ферзь Х4, шах, король Д1. Но здесь осторожнее было сыграть Ферзь Ф2. И в случае размена ферзей, слон Д4, король Е1 и КНЕ6. У черных здесь есть компенсация за пожертвованную пешку. Прежде всего, в виде вот такого мощного чернопольного слона. Но король Д1, Каспаров, вернее Корчнов, играет при Ферзях. Ну и дальше КНЕ6. Лучше было сыграть Ферзь Ф6. И на ход слон Е2 поставить коня на поле Ф4. Но в чем тут смысл? Брать коня, конечно, нельзя. Потому что следует ход Ферзь Ф3. И это у нас двойной удар на короля и на ладью. Поэтому после слона Е2, КНЕ4, опять же, у черных здесь компенсация. Но Каспаров сыграл сразу КНЕ6 и после ФЕ1 не удалось юному Бакинцу избежать из размена Ферзей. Если бы он сыграл в этой позиции после ФЕ1, ФЖ5, то тогда последовало бы Х4, ФФ4, слон Е2, защищая пешку на Ф3, КНЕ7 и КНЕ3. Вот на этом ходе все держится у белых. Если бы черные успели коня поставить на Е5, они бы разменялись. Но теперь ФЕ3 и ФЖ1. Происходит размен Ферзей, и, конечно, инициатива здесь черных постепенно исчезает. При этом пришлось бить на Е1 сразу, и после КНЕ1 партия перешла в окончание. По-прежнему здесь инициатива на стороне черных, но пешка есть пешка. И в Эйншпиле, конечно, наличие лишнего пехотинца может сказаться. КНЕ7. Играют черные. Слон Е2. Заканчиваем развитие КНЕ5. Владе Ж1 сыграли здесь белые. Защищают пешку на Ж4. Понятно, что сразу ходить Ф4 нельзя, ввиду того, что пешка на Ж4 подвисает. Здесь еще слон. Поэтому здесь нужно сначала защитить на поле Ж4, ну а потом уже думать о ходе Ф4. Но вот в этой позиции черные могли сыграть Ж5, чтобы обеспечить своему коню поле на Е5. Но, видимо, Каспаров уже рвался в бой и решил сыграть Ф5. Типовой такой староиндийский подрыв базы пешечной цепи белых пешки Е4. Ну и здесь происходят размены ЕФ, ЖФ и Ж5. Корчной верит в силу своей лишней пешки, но здесь имеет потенциальную проходную на королевском фланге. У него две пешки против одной Каспарова. Слон Д7 сыграли черные. Развиваться тоже нужно. И белый играет король Д2. Вот здесь осторожнее было сыграть Ф4. Ну, понятно, что таким образом где-то ослаблялось поле Ж4, куда мог прийти черный конь. Поэтому Корчной не спешит, играет король Д2 и следует Б5. Совершенно неожиданный ход со стороны Каспарова. В дальнейшем Корчной в этом сеансе сделал еще две ничьи в перспективных позициях. В основном благодаря тому, что в этой партии возникли у него проблемы. И Каспаров фактически перетянул внимание великого шахматиста на себя. АБ сыграли белые. В случае взятия ЦБ, последовало АБ, и на АБ черные могут сыграть слон Б5. Вся эта операция базируется на том, что конь контролирует пешку Ф3. Но здесь при отвлечении слона будет взятие и вилка. В партии получилось примерно то же. Но сначала побили белые АБ, АБ, ЦБ и слон Б5. С далеким расчетом. Ну и смотрим, конь бьет Б5 и ладья Б5. Ну и здесь Корчной переходит в худшее окончание. Побил на Б5, конь Ф3, король Ц2 и конь бьет Ж1. Посмотрим на доску. Здесь у нас материальное равенство уже. То есть пешку Каспаров отыграл. Но этот мощный черопольный слон, проходная пешка Ф. Все это факторы, которые играют на руку черным. Черный здесь перевес. Поэтому Корчной пытается вот здесь точными действиями уравнять позицию. Конь Д3. Ладья нападает на коня, поэтому приходится отходить. Ну и конь сам же создает тут двойную угрозу. Вилка, слон Д7, ну и дальше конь Д4, шах. В то же время лучше было сыграть, конечно, конь Ж5. На ладья Ф1, Ц4, нападая на коня. И на конь Ц1, Ф4. Но вот не разобрался тогда юный Каспаров. Ну и сыграл конь Д4. Король Д1 и Ф4. Верил он в силу своей проходной пешки. Но белый играет слон Е6. Ну и здесь приходится бить. Очень мощный здесь слон на Е6. Взяли, взяли. И у белых уже тоже проходная пешка появилась. Ф3 играет черный. Очень острое окончание. Конечно, в такой ситуации слон сильнее коня. Все-таки игра идет на два фланга. Но белые пытаются изо всех сил уравнять. Ладья А7. И вот в этой позиции ладья Е8. Ход Ф2 был в этой ситуации. Но это был подводный риф, который Каспаров удачно обошел. Конь бьет Ф2. Ладья Ф2 была заготовлена. И Е7. И вот в этой ситуации только ход Кроль Ф7. Е8 ферзь. Мы отыгрываем фигуру таким образом. И после ладья бьет А2 Б3. Вот здесь у белых реальные шансы на ничью. Но в то же время вместо хода ладья Е8 лучше было все-таки сыграть С4. Напасть на коня. После Е7 пойти ладья Е8. И теперь конь Ф4, слон Б2. Видим, что у черных уже фактически три проходных пешки. Ну и на ход конь Д5 просто Кроль Ф7. Мы видим, что в этой ситуации пешка Е белых не опасна. Ну а проходные черных весьма-весьма грозные. Поэтому так и стоило сыграть Каспарову. Но он переключился на пешку Е соперника. Ладья Ф7. Играют белые. Используют то, что поле на Ф7 защищено. И пешка на Ф3 сейчас уязвима. С4 и конь Ф4. И вот в этой ситуации просто нужно было разменять ладьи. То есть перейти в окончание без ладей. Слон против коня здесь, конечно, сильнее. Но Каспаров забрал на Б2. Конь Д5 в этой позиции. И ладья бьет Е6. Ну и происходят вот такие массовые размены. Вот в этой ситуации можно было уже сыграть Е4 ладьей на это поле. И в дальнейшем просто угрожать худом ладья Д4. Ну и здесь вот слон весьма активным оставался. Но Каспаров сыграл сначала неточный король. Ж7 после конь Е3 сыграл С3. И это уже решающая ошибка. В то же время можно было сыграть ладьей Е4. Вот тут очень тонкий момент, оказывается, по регламенту того соревнования. Если партия доходила до 45-го хода, то можно было ее отложить. И в том случае, если позиция была выиграна у пионера, то в итоге присуждалась победа ему. Потому что в итоге эта партия не доигрывалась, а анализировалась игросмейстерами, которые, если позиция действительно объективно выиграна, за ту или иную сторону просто присуждали выигрыш. Поэтому можно было не обыгрывать игросмейстера, а вот дотянуть до 45-го хода. Но, как писал Каспаров, дотянуть до этого 45-го хода в динамичной позиции, фактически сделав 10 ходов без ошибок, довольно было сложно. Ну и вот здесь Каспаров не справляется с этим. Играет c3 и решающим образом закрывает своего слона. Далее следует h4, ладья e5. В случае хода король g6 уже ход конь d5 очень хорош, потому что здесь грозит вилка конь f4, которая последует и на ход король h5. Поэтому здесь отличное взаимодействие демонстрируют фигуры белых. В то же время пешка на c3 тоже под боем. Поэтому Каспаров избрал ладья e5 с последней надеждой. Но конь f5, король g6. Ну и здесь, конечно, не взятие на d6 ввиду хода ладья d5. А, конечно же, конь g3. Очень сильный маневр, который создает контры игру. И на ладья e6 следует ладья d3. Но мы видим, что в случае хода возможного какого-то другого, то был бы ход ладья f6. Отличный вот здесь барьер. То есть конь здесь держит поля. Пешка защищена этой пешкой. Тут даже фактически атака на короля черных могла пройти. Поэтому нужно уже ладью отходить назад. Ладья d3, h6 и ничья по предложению черных. Примерный вариант. Жх, король h6, король c2, ладья g6. И вот в этой ситуации проще всего ладья бьет d6. Забрали. Вилочка. Ну и понятно, потом конь подойдет к пешке c3 и спокойно ее заберет. Вот так закончилась ничью. Вот это очень яркая партия двух шахматистов. В представителе разных поколений Виктора Корчунова и Гарри Каспарова. Напомню, что в будущем, в середине 80-х годов, они сыграют матч, финальный матч претендентов. Фактически выиграв которым, Каспаров прошел дальше и стал играть с Анатолием Карповым. Свои эпохальные матчи, которые действительно были выдающимся противостоянием в шахматах и во всем спорте того времени. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. Если так, то не забудьте поставить лайк, но также подписаться на канал Шахматы для всех. Здесь обзоры партии Гарри Каспарова проходят регулярно. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...